Привет, друзья мои! С вами Шаман, и я сразу же перехожу к теме нашего ролика, а именно к рассмотрению последнего обновления Animal Crossing Новые Горизонты 1.9.0. Если вы следите за новостями Nintendo, то скорее всего уже видели, что конкретно принесло нам обновление от 18 марта 2021 года. А кто же не в курсе, что там новенького у нас появилось, мы сейчас это все кратенько как бы и рассмотрим. А после уже подробно рассмотрим, что там у нас появилось в приложении Profi Designer. Ну давайте по порядку. Вот что нам показали на сайте Nintendo. Обновление того самого приложения Designer, которое я упомянул и которое мы рассмотрим вот через парочку минут. Следующее, что у нас новенького, это вот такой вот тортик в годовщине выхода Animal Crossing. Мы все его получим почтой, а скорее всего вы уже все получили его. И вот такой вот тортик у нас есть теперь в наличии. Довольно классный такой вот дизайн. Я его крутил, вертел, любовался, любовался. Смотрится он хорошо. Как говорится, как его ни крути. Ну что ж, полюбовались тортиком, я думаю вы и сами его дома рассмотрите подробно. Давайте дальше. Ага, вот, новые сезонные предметы. Об этом я не стану делать отдельный ролик. А посему сейчас вот просто хочу обратить ваше внимание, чтобы вы не упустили в игре и успели приобрести подушку-пердушку, которая будет продаваться в каталоге Nuka в период с 26 марта по 1 апреля. Приурочена она, как уже понятно, ко дню дурака, который в анимал-кроссинг, как обычно называют иначе, а именно днем розыгрышей. После у нас еще будет один небольшой ивент, во время которого можно в ателье сестер Эйбл приобрести вот такую вот одежду для выпускного вечера. Проходить будет это событие в период с 1 по 30 апреля. Там будут и короны, и платья, и обувка, и все прочее, что вы можете сейчас увидеть на вот этом вот скриншоте. А вот такая вот цветущая желтая форзиция в горшке будет продаваться в период с 1 по 10 апреля. И произойдет это все в честь праздника Сингмагел. И, наконец, вот такой вот стильненький красивый глобус будет продаваться с 15 по 22 апреля в честь Дня природы. Продолжаем изучать обнову. Nintendo Switch Lite. Они уже, кстати, доступны в игре. Сегодня я зашел и одну нашел. Заказать эту приставку вы можете лишь в том случае, если являетесь членом Nintendo Switch Online. Найти их можно в каталоге Нука, в Нукафоне или в Нук Терминале. Раздел с товарами и выбор дня. А в продаже их всего будет 4 раскраски и будут они сменяться каждый день. Вот такие все 4 вариации сейчас перед вами. Если вдруг кому нужно будет, обращайтесь, я вам могу прислать. Кстати, если у вас не появляется приставка в игре, а обновление вы уже загрузили, и при этом у вас есть подписка Nintendo Switch Online, возможно, вам стоит заглянуть в раздел бесплатных дополнений для Animal Crossing в магазине Switch. Заходим со своего аккаунта, ищем Animal Crossing, и вот тут перед нами бесплатные дополнения. Раньше только коврик был нарисован, а вот теперь, смотрите, добавили и приставочки. Так что, если вы коврик раньше еще не забирали, посмотрите, он тоже у вас появится. А так как я уже ранее загружал эту DLC, у меня сразу же появились приставки без всех этих заходов в магазин повторных. Ну, вы поняли, короче. Так что, если что, имейте в виду, вот вам способ, как заставить приставки прийти к вам на остров. Ну окей, поехали дальше. День Зайца, это аналог Пасхи в Animal Crossing, мы будем отмечать 4 апреля. А начиная с 28 марта по всему острову нам будут попадаться спрятанные яйца. Они будут и в земле закопаны, и из камней выбиваться, и на деревьях расти. Короче, друзья, кто в прошлом году застал вот этот праздник Зайца, тот, конечно, уже в курсе, что там будет. Нам показали, что добавят новый предмет какой-то. Короче, друзья, тему Дня Зайца я, возможно, подниму в отдельном ролике, если вам, конечно же, будет интересно. И, кстати, ко мне в гости как раз забежал Зиппер, это есть тот самый организатор пасхального праздника. Именно ему нам и потребуется носить собранные яйца, чтобы получать новые и винтовые предметы. Но если это видео не соберет сотню лайков, Зиппер навсегда останется жить у меня. И праздника ко дню Зайца не состоится. Да, нужно будет как-нибудь потренировать мой злобный смех еще. Короче, давайте продолжим обзор обновления. Тут еще нам под конец месяца обещают выкатить обнову для приложения Нуклинк, о котором я не столь давно рассказывал в отдельном видосике. И у нас появится возможность накопления милей Нука, чтобы их обменивать на внутриигровые предметы. Звучит здорово, но пока никакой конкретики по этой новости у нас нет. Будем ждать, что же нам остается. И вот, как вы видите, нам еще на некоторое время дадут возможность создавать вот такие вот проспекты острова. Типа рекламные промо или как-то так. Нужно будет заливать скриншоты со своей приставки на смартфон, а после переносить их на сайт дизайнера проспекта острова и лепить вот такие вот моднявые картиночки. А потом их куда-то там в инете и постить, чтобы другие игроки видели ваш остров и могли прилететь посмотреть. Но об этом мы как-нибудь давай поговорим отдельно, если, конечно же, опять же, вам будет интересно. И самая последняя новость касается Амибо. Многие из вас уже писали мне, что хотят заполучить вот такие вот карточки с новыми персонажами. Предзаказ на них, как я понял, открыт с 18 марта, а появятся они где-то под конец месяца. У каждого персонажа будет свой уникальный внешний вид и обстановка дома. А такую вот прикольную мебель, как я понял, мы сможем даже себе заказать. Короче, на канале Нинтендо можете вы ознакомиться с роликом о новых карточках вдруг чего. А я уж не буду сильно углубляться в эту тему, а перейду дальше. Ну и как бы кратко я все посмотрел, осталось взглянуть на обновление для нашего приложения дизайнер, которое стало доступно с 18 марта 2021 года. Для его разблокировки нам необходимо отправиться к нук терминалу. Нас сразу же проинформируют о новинке. И в разделе «Обмена миль нука» вот вы сами можете увидеть здесь парочку новинок. За 2000 милей можно прокачать приложение «Профи дизайнер» до «Профи рисунков плюс». А за 300 милей можно установить DLC-шку под названием «Обмен рисунками». Я все прикупил только что. И теперь давай проверим, что там у нас новенького. «Профи рисунки плюс» в первую очередь добавляют нам... О, да, спасибо, Нинтендо. По 50 слотов в разделе «Индивидуальных рисунков», а также 50 в разделе «Профи рисунков». Вау, просто круто. Как же мне этого не хватало, наконец-то, наконец-то свершилось. Ладно, я отвлекся. Что нам добавили в «Профи рисунки» там? Ага. Вот четвертая вкладка появилась, где теперь мы можем создавать индивидуальные дизайны, зонтиков, вееров, флажков и тантаморезок. Давайте-ка глазком взглянем на это все. Я рисовать, конечно же, не буду, просто сделаю каляки-маляки. И вот такой вот модный зон теперь у меня. Авторский дизайн, как-никак. А что вы хотели? Этот же уникальный узор я налеплю на вееру Тиву. Как вы могли заметить, у него каждая из сторон может быть нарисована отдельно. Ну, как бы с веерами мы знакомы все, их уже встречали в игре ранее, механику их знаем, так что задерживаться не станем, поехали дальше. И налепим наш уникальный супер-узор на флажок. Ну и давай изменим его со второй стороны. В итоге получился такой вот эксклюзивный дизайн. Но самое интересное для меня было создание тантоморезок, о которых мы говорили в последнем моем видео, посвященному Дню Трелисника в Animal Crossing. Так вот, если вы помните, в Дню Лифе была тантоморезка, в которой можно было делать фотки. Я надеялся, что и в горизонтах такую уже завезут. И вот, пожалуйста, теперь такое есть и у нас. Вау. Давай попробуем сфоткаться. Ммм, а как это? Ну, давай, может так, через фотик? Не, только зубы в кадр попадают. Лады, поехали на остров Харви, там сейчас разберемся. Заходим. Так, тут все так же плохо. Да что ж такое? Давай-ка попробуем с жителями это затестить. Я беру маленького, среднего и высокого жителя. Проверим. Лягушка что-то низковата. А вот заяц в самый раз. Ну, и с конем, как и с человеком. А оказалось, ему тантоморезка что-то низковатой. Выходит, что тантоморезки подходят для фоток лишь жителям средних размеров, что ли. И вот я было вернулся обратно на остров. Погулял немножко, и тут меня осенило. Нужно было ее активировать, блин. Вот голова. Видимо, не проснулся еще. Нажимаем кнопочку А, и у нас все получилось. Я уже чуть бомбить не начал. Ну, значит, тантоморезки ставим жирный плюс. Офигенная обнова. А мне же остается напоследок взглянуть на расширение для приложения Designer под названием Обмен рисунками. То, что мы купили за 300 милей вот недавно. Тут особо нечего сказать. Это аналогичная программа, которую вы можете повстречать в ателье Сестер Эйбл. Только теперь она в виде приложения, а не отдельного автомата по обмену рисунками. Только не забывайте, друзья, что для пользования этим приложением вам потребуется иметь подписку Nintendo Online. И вот вы наблюдаете на экране, что все осталось неизменным. Только теперь обмен рисунками у нас под рукой. А если учесть, что нам добавили целую сотню новых слотов приложения Designer, обмениваться рисунками на ходу стало куда удобнее и куда логичнее. И теперь мы можем разрисовать хоть целый остров. И на этом, друзья, я рассказал вам все, что хотел. И не забывайте писать в комментариях, что я там не рассказал и чего вам еще рассказать. А если хотите прямо сейчас посмотреть еще больше роликов от меня, тогда подпишитесь на мой второй канал с игровыми нарезками под названием Шаман Геймс. Ссылка будет в описании к этому ролику. А с вами был ваш друг Шаман. Веселых вам деньков. И всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok